От индуса, у которого 39 жен, до французской пары, решившей жить как индейцы племени Сиу, вот 10 невероятных семей, которые действительно существуют. Здравствуйте, дорогие Хочу Знайки, с вами канал Хочу Знать. Самая большая семья в мире Книга рекордов Гиннесса заявила о новом рекорде. Самая большая семья в мире сейчас живет в Индии. У Зиона Чана 39 жен, 94 ребенка, 14 невесток и 33 внука. А если еще добавить к ним жен и мужей его взрослых детей, то в доме Чана уже живет 181 человек. Несмотря на беспрестанные хлопоты по хозяйству, супруг Зиона считает свою жизнь даром свыше и очень ответственно относится к миссии главы наиболее многочисленной в мире семьи. Семейство Чан едва помещается в четырехэтажном стакомнатном доме, который Зиона своими руками выстроил среди живописных холмов в деревне Бактванг в индийском штате Мизарам. В этом ему помогла профессия плотника. В особняке мужчина создал школу, оборудовал плотницкие мастерские, завел курятник и даже соорудил хлеб для свиней. Возглавляя свою огромнейшую семью, Зион также успел создать секту Чана, которая стала открыто приветствовать и прямо пропагандировать многоженство в неограниченных масштабах. С годами его организация уже выросла до четырех тысяч членов, и сейчас ее приверженцы надеются в отдаленном будущем даже начать править миром вместе с Иисусом. Пара, которая живет в эпохе 50-х Американка Лэйси Фэй влюблена в стиль 50-х годов. Блогерша максимально окружила себя и свою семью винтажными вещами из прошлого, одевается в стиле ретро и ежедневно делает замысловатые прически и броский макияж. Супруг поддерживает Лэйси в ее стремлении воссоздать образ прошлой эпохи, а сын поначалу сопротивлялся, но вскоре привык. Теперь он вместе с мамой ходит за покупками по городским барахолкам. Пристрастие Лэйси Фэй к стилю ретро передалось от бабушки. Она часто рассказывала внучке о том, какое это было хорошее время. Лэйси смотрела на старые фотографии винтажной вещи и влюблялась в красивую жизнь из прошлого все сильнее. Она осознала, что мечтает жить в эпоху 50-х годов. Преображение семья Фэй начала с переезда в новое жилище. Они приобрели недвижимость, построенную в 1953 году, как и полагается, сделали ремонт в стиле ретро. Интересно, что в доме функционирует лишь техника 70-летней давности. Не желая останавливаться на достигнутом, супруге купили автомобиль 50-х годов. Конечно, многие люди считают Лэйси Фэй странной женщиной, но ей все равно на мнении окружающих, ведь она живет в мире, собственноручно созданном для счастливой жизни. Мама и сын, у которых нет рук Линда Баннон и ее сын Тимми родились без рук и научились все делать ногами. Они ногами едят, чистят зубы, одеваются, держат вещи и даже плавают. Линда Баннон родилась без рук из-за редкого генетического заболевания – синдрома Холд-Орама, который влияет на рост костей и может вызвать проблемы с сердцем. Линда выросла в Чикаго и не дала инвалидности помешать ей жить нормальной жизнью. Закончив школу, женщина стала учителем начальной школы, а через какое-то время познакомилась со своим мужем Ричардом. Отсутствие рук не помешало Линде найти свою любовь. Пара поженилась в июле 2004 года и решила попробовать завести ребенка. А позже на свет появился Тимми. Семья, в которой есть 14 мальчиков и одна девочка 45-летняя Катери и Джей Швант начали встречаться еще в школе и поженились в 1993 году перед поступлением в университет. Семья из американского штата Мичиган почти три десятилетия ждала появления долгожданной дочери. Но до сих пор у женщины рождались только мальчики. В итоге у супругов растут 14 сыновей. И только недавно Катери с 15-й попытки стала мамой дочери. Малышку назвали Мэгги. После появления девочки на свет старший сын супругов, 28-летний Тайлер Швант пошутил, что в их доме вряд ли найдется хоть какая-то розовая одежда. К слову, эта американская семья знаменита. У них есть свое шоу «14 ребят на природе», название которого, скорее всего, в скором времени придется скорректировать. У семейства также есть свой аккаунт на Ютубе, где они делятся подробностями своей жизни. Что касается деторождения, то Джей и Катери заявили, что больше не планируют наследников. Думаю, на этом мы остановимся. 15 – отличное число. И теперь у нас есть все, о чем мы мечтали, признаются Катери. Шестипалая семья из Бразилии Семья Досильва живет в пригороде бразильской столицы. У 14 ее членов полидоктилия, то есть по 6 пальцев на руках и ногах. Первой шестипалой в семье Досильва родилась прабабушка. Наличие дополнительных пальцев не мешает, а порой даже и помогает по хозяйству. Впрочем, шестые пальцы на ногах все же доставляют неудобства женской половине семьи. Их приходится удалять, чтобы можно было носить туфли. Своим генетическим отклонением члены этой семьи гордятся. Сильвия Сантос Досильва – обладательница шести пальцев. Мой отец всегда воспринимал это как нечто естественное, и для нас необычными являются люди с пятью пальцами. К примеру, мой пятипалый внук чувствует себя в семье не таким, как все. Семья Чаохан из индийского города Хайдарабад страдает редким заболеванием – ахондроплазией, которая ведет к карликовости за счет недоразвития длинных костей. Эта самая большая карликовая семья в Хайдарабаде и карликовость является причиной частых издевательств над ее членами. Радж, глава семейства. Если мы выходим на улицу, то люди толпятся вокруг нас и задают странные вопросы, например, почему ты такой маленький, а откуда вы? Все дразнят нас. Сам 52-летний Радж работает на свадьбах, приглашая гостей на мероприятие, но найти работу для людей с такой патологией почти невозможно. Семья состояла из 21 человека, 18 из которых больны ахондроплазией, некоторые уже умерли. Несколько его старших родственников входит исключительно с палочками или ездит в инвалидных колясках. Радж. После определенного возраста ноги становятся слабыми. Я видел, как мой дед и отец очень страдали из-за этого. Жена Раджа была нормального роста, но умерла во время третьей беременности. Семья 52-летней Летиции уникальная в своем роде. Женщина, ее мать, сестра, двое сыновей и племянницы практически нечувствительны к боли. При этом члены семьи Марсильи могут чувствовать различную температуру, давление, покалывание и так далее, но от этих воздействий, даже очень интенсивных, они не получают болевых ощущений. Например, при переломе боль настолько незначительна и так кратковременно, несколько секунд, что ее можно просто не заметить. Обычно это не доставляет им дискомфорта, и они живут вполне обычной жизнью, занимаются спортом и ни в чем себя не ограничивают. Сложности возникают только тогда, когда травма остается незамеченной. Врачи долгое время не могли найти причину такого необычного синдрома, который позволяет людям практически не чувствовать боли. Джеймс Кокс из университетского колледжа Лондона, который долгое время исследовал этот случай, пришел к выводу, что нервные клетки у членов этой семьи на месте, однако они не функционируют должным образом. Ник и Келли Бест У Ника и Келли Бест и их детей, Дилан и Джессики, есть все, что нужно для спокойной жизни. Но этого семье недостаточно, ведь она все свое время проводит, занимаясь спортом, чтобы сделать свое тело и мышцы сильными. Себя Бесты называют самой сильной семьей в мире. Семья проводит свой день за упражнениями, а это неотъемлемая часть их жизни. Только взгляните, как дети, несмотря на свой юный возраст, без труда поднимают тяжести, вес которых в два раза превышает их собственный. Конечно, если делать такие упражнения без подготовки, это без последствий не пройдет, но для членов семьи эти упражнения как глоток свежего воздуха. Китайский город невест Речь идет о китайском городе Дунгуань в провинции Гуандун. Многие местные промышленные организации предпочитают нанимать женщин для работы. Уседчивость и хорошо развитая моторика делают их лучшими работниками, нежели мужчин, особенно при сборке мелких деталей. Так как подобных фабрик и заводов большинство, то женщин в городе в три раза больше, чем мужчин, что порождает сильную конкуренцию среди невест. В Дунгуань они готовы идти на любые условия, чтобы встретить свою половинку. Они даже позволяют мужчинам встречаться со своими подругами. Жак и Мартин де Лорм Жак и Мартин де Лорм живут в Нормандии. На первый взгляд, это совершенно обычная семья. Но у них есть одна особенность – они ведут очень необычный и странный образ жизни. Жак и Мартин решили жить как Сиу. Да, как эти знаменитые смелые индейцы, которые боролись с ковбоями и жили в типе. Как раз в типе пара и проживает с апреля по ноябрь, укрываясь одеялами из кожи быков и разводя костер. Жак и Мартин называют себя нетерпеливый орел и убежавшая газель. Пара поняла, что им нравится культура американских индейцев. Стоит признать, что образ жизни Жака и Мартин вызывает восхищение. Они живут в жилище высотой 5 метров, которое стоит во дворе дома пары. Де Лормы, одетые в традиционную одежду Сиу, рассказывают о культуре и философии индейцев и перечисляют мероприятия, которые посетили, и делятся впечатлениями о сообществе, членами которого являются. Сообщество носит название вокала. На языке индейцев Сиу это значит дружба. Пока, на этом все. Подписывайтесь на канал «Хочу знать», смотрите другие наши видео.